Приветствую коллеги, это Тикмио, аналитика из имени Артур Идиатолин. Сегодня мы с вами обсуждаем рынок казначейских облигаций. Как вы знаете, на прошлой неделе у нас состоялось выступление Джереми Паула, на котором глава ФРС обозначил новую цель монетарной политики, это преследование средней инфляции взамен преследования какого-то конкретного уровня инфляции. Естественно, очень многое отреагировало, отреагировало как и доллары, как и рынок казначейских облигаций. Преимущественно отреагировали облигации с дальним сроком погашения, например, 30-летней. Сегодня мы разбираем такую, будем так говорить, технику, которая есть в распоряжении ФРС, называется она Operation Twist, которая, возможно, приведет к тому, что ФРС сможет погасить доходность, рост доходности долгосрочных облигаций, немножко выровнять кривую доходности, и мы посмотрим, как это отразится, возможно, отразится на стоимости доллара и на стоимости золота. Значит, после выступления Паула в Jackson Hole на прошлой неделе, у нас, если мы посмотрим доходность 30-летних казначейских облигаций, то она у нас наиболее сильно отреагировала как раз-таки после выступления Паула. Видно вот этот рост доходности, который произошел с уровня 1,38 до уровня 1,54. Как раз-таки это произошло на выступлении Джерем Паула, на котором он обозначил, что ФРС готова терпеть ускорение инфляции для того, чтобы закрепилась высокая инфляция, для того, чтобы не потерять вот этот весь прогресс в инфляции. Для этого, как показалось, чиновникам нужно немножко потерпеть увеличенную инфляцию. И, естественно, так как у нас дальние облигации более чувствительны к изменениям процентной ставки и изменениям в ожиданиях инфляции, они очень сильно отреагировались. Началось у нас вот такое вот беспокойство, рост получается в дальнем конце кривой доходности. Вот здесь произошла у нас небольшая стабилизация. Сегодня также наблюдается небольшой умеренный рост, как мы видим. В целом, если мы посмотрим вот это движение, куда оно нас привело, если мы посмотрим на 4-часовой график, значит видно, что движение нас вывело до максимума, чем он получается 2-х месяцев. Рынок, естественно, ожидает, как я сказал, уже ускорения инфляции, реагирует на это. Сильнее всего эти ожидания бьют по дальнему концу кривой доходности, то есть по доходности долгосрочных облигаций. Но есть одна загвоздка. ФРС необходимо сейчас контролировать ставки, необходимо сейчас контролировать стоимость заимствования, для того, чтобы стимулировать экономическую активность. Она контролирует как и краткосрочные ставки, так и долгосрочные ставки. Естественно, вот этот наблюдаемый отток из долгосрочных облигаций, он сейчас находится, ну, есть на радаре ФРС, она следит вот за этим, потому что нежелательно вот такое движение, желательно, чтобы ставки, получается, на всей кривой доходности, как краткосрочные, так и долгосрочные, среднесрочные ставки, они оставались под контролем. И вот это движение, естественно, оно может вызвать сейчас беспокойство ФРС. И рынок, естественно, это понимает, и это, в свою очередь, закладывает ожидания, вот формирует ожидания на рынке, что если сейчас инвесторы у нас в этом движении убегают и выходят, получается, из долгосрочных облигаций, ожидая инфляцию, то чтобы держать стоимость заимствования под контролем, чтобы вот эту доходность под контролем держать, должен мешаться ФРС. И то есть начинает формироваться ожидание, что ФРС как раз-таки вмешается, выступит с тем, что начнет покупать вот эти долгосрочные облигации, чтобы вернуть, чтобы не допустить чрезмерного роста доходности вот по долгосрочным облигациям. Сейчас вот единственное, что остается неясным, это то, что насколько вот этот рост доходности должен быть высоким, возможно, она должна вырасти, не знаю, до июньского максимума, или еще больше, чтобы ФРС, наконец, забеспокоился, чтобы он посчитал это каким-то угрожающим явлением. Если мы говорим про общие покупки ФРС с начала пандемии, то что идет у нас по облигациям? Значит, 2 триллиона долларов купленных облигаций с открытого рынка, получается, ФРС произвел, довел он баланс именно казначейских облигаций выше 4 триллионов долларов, там 4,36, кажется, было триллиона долларов. И что интересно, что важно, в этих покупках в объеме 2 триллиона долларов превалировали, ну вот, были преимущественно короткие облигации, то есть вот в этой композиции покупок ФРС отдавал предпочтение краткосрочным облигациям, то есть краткосрочным триллионам, чтобы подавить вот именно доходность краткосрочную, получается. И текущая ситуация, которая у нас наблюдается, в том, что долгосрочные ставки начинают, по сути, у нас быстрее расти, чем краткосрочные, во-первых, потому что у нас ФРС меняется по инфляции, во-вторых, меньше внимания, меньше покупок было сделано, в долгосрочных облигациях, получается, складывается сейчас вот такая вот ситуация, что долгосрочные ставки у нас растут быстрее краткосрочных, и таким образом у нас дальний конец, как бы, кривой доходности, он поднимается. Естественно, это не очень хорошее явление, как я уже сказал. ФРС нужно действовать, и одним из возможных методов, или решений того, чтобы вернуть доходность под контроль, это так называемая методика, ну, под названием Operation Twist, в чем она заключается. Значит, ФРС у нас, вместо того, чтобы объявлять о том, что увеличивается программа количественного смягчения, увеличивается программа скупки активов, она объявляет о следующей, то, что она продает, получается, краткосрочные облигации со своего баланса, и, получается, за место них покупает долгосрочные облигации, и, получается, спрос на долгосрочные облигации у нас растет, на краткосрочные у нас падает. Таким образом у нас кривая доходности становится менее, ну, дальний конец, получается, опускается, а верхний конец, получается, немножко поднимается. И, таким образом, ФРС получает больше контроля над долгосрочными ставками, при этом ей не нужно наращивать баланс активов, нужно объявлять о количественном смягчении. Впервые, точнее, не впервые, после 2008 года, после кризиса 2008 года, у нас также наблюдался рост доходности по долгосрочным облигациям, и ФРС, получается, в сентябре 2011 года объявила о том, что она продает часть краткосрочных облигаций и покупает долгосрочные облигации. И объявлено было, значит, в сентябре 2011 года хотелось бы привести график реакции золота, что произошло у нас именно тогда. Вот здесь, получается, в сентябре 2011 года ФРС объявляет, что будет осуществлена покупка, замена, будем так говорить, замена краткосрочных облигаций на долгосрочные облигации. То есть, краткосрочные продаются, долгосрочные покупаются. Здесь у нас сначала золото росло, достиг у нас исторического максимума. Именно вот по сентябре, возможно, скорее всего, даже невозможно, что это по чистой случайности произошло. Между этим решением, между движением золота вниз, вот здесь, была связь, и, возможно, заключалось в том, что ФРС у нас объявляет о покупках долгосрочных облигаций, получаясь инвестор на рынке, ожидает это решение, начинает в ожидании появления крупного покупателя на рынке, также начинает у нас покупать долгосрочные облигации, безрисковые активы, выходя при этом из золота. То есть, они вот перекидывают, грубо говоря, свой спрос из одного защитного актива в другой. И при этом перекидывают почему? Потому что получен сигнал от ФРС, что будет происходить вот эта замена краткосрочных облигаций на долгосрочных. Действительно, мы вот здесь видим вот такое вот резкое снижение доллара, после которого произошел вот этот весь затяжной у нас спуск. И вот эта текущая ситуация, которая у нас сейчас происходит на рынке, вот этот рост доходности, он должен привлекать внимание, нужно за ним следить, как дальше будут развиваться события в этом направлении, будет ли дальше доходность расти, будет ли дальше инвестор скидок в долгосрочные облигации, вот в ожидании вот в этой инфляции, и как вот и когда отреагирует ФРС, отреагирует ли она на сентябрьском свидании. И вот растет риск, что если будет что-то вот по типу вот этой операции Operation Twist, когда краткосрочные облигации заменяются на долгосрочные, то вот и реакция получается рынка, реакция золота, она может быть соответствующая, она может быть похожа на то, что произошло вот здесь в 2011 году. И учитывая, что золото у нас также сейчас находится на максимуме, складывается вот такая вот очень похожая ситуация, и удобный повод может возникнуть для золота в плане его снижения, поэтому, естественно, следим за тем, что же у нас будет на сентябрьском свидании, сможет ли ФРС вот предложить рынкам вот снова, то, что она хочет, будем так говорить, повторить свой предыдущий опыт, да, то, естественно, может возникать такой риск, что золото, соответственно, скорректируется, спрыгнут инвесторы золота и перейдут они, получается, эти долгосрочные облигации, да, возможно, ожидая, что ФРС начнет вот, ну, скупки, получается, скупку вот этих долгосрочных облигаций. Вот, это что касается у нас кривой доходности, того, что у нас сейчас происходит на дальнем конце кривой. На ближнем конце кривой более все спокойно, там у нас, получается, краткосрочные ставки более стабильно, потому что ФРС у нас проводила в рамках программы скупки активов, получается, 2-3 месяца назад очень много было куплено вот этих краткосрочных облигаций, преимущественно было куплено именно они в рамках вот этой покупки в 2 триллиона долларов, и поэтому у нас основные опасения сейчас, основная тревога, она вот формируется вот здесь, поэтому вот такой вот резкий рост, и вот здесь еще, да, вот на корректировке вот этой цели монетарной политики ФРС. А что еще, какие факторы еще вот сюда влажатся, да, сюда еще приходят, получается. Естественно, у нас сигналы поступают сейчас с фронта потребительской инфляции в США. Естественно, у нас появились, получается, данные в пятницу за июль. Если мы посмотрим, что у нас произошло, значит, там у нас выходила потребительская инфляция, и выходил индекс потребительских настроений от университета Мичиган, это у нас произошло, значит, в пятницу. Давайте посмотрим, что же случилось. Значит, вот, базовый, получается, индекс потребительских расходов. Это потребительская инфляция, которая предпочтительная метрика ФРС в плане потребительской инфляции, это вот именно не индекс роста цен, а индекс того, как изменяются потребительские расходы. У нас ли они, насколько они выросли, насколько они упали. И вот рост потребительских расходов у нас в годовом выражении в июле, как мы видим, составил 1,3%. Здесь у нас прогноз был чуть меньше, получается. Что еще, да, у нас вышли, как я уже сказал, потребительский, индекс потребительских ожиданий от университета Мичиган. Он был намного более интересным, неожиданным, чем вот эти данные. Ну, потому что, как вы помните, наверное, у нас уже выходили данные по безработице, выходили данные по розничной продажам за июле. И, в принципе, они смогли уже нам дать понять, что тут будет хороший... Если даже тут будет сюрприз, он рынок не удивит. А вот данные уже за август получаются от университета Мичиган. Почему они важны? Ну, во-первых, август – это у нас некоторая гипотетическая такая точка отсчета, когда начинается вторая фаза восстановления экономики США. И эта вторая фаза – это фаза именно замедлений. У нас была первая фаза, вот этот импульс ускорения. Сейчас, вот как ожидается, импульс замедлений, потому что там повышенные пособия по безработице отменяют и так далее. В общем, в этой фазе замедления выходят у нас первые, получается, данные за август, которые могут нам дать понять, что же у нас происходит с настроениями, с ожиданиями. Видно, что у нас после падения выше, чем 100 пунктов у нас был индекс потребительских настроений от университета Мичиган у нас он рухнул ниже 80. И он оставался у нас, получается, долгое время, 3 или 4 месяца, получается, он оставался ниже 80, если мы посмотрим вот на эту картинку. Но видно, что вот у нас произошло такое снижение 120 пунктов до кризиса, получается. Индекс потребительских ожиданий, вот он у нас снизился, находится у нас на очень низком уровне и продолжает находиться на низком уровне. Чуть-чуть был у нас вот здесь рост по сравнению с прогнозом, по сравнению с предыдущим месяцем в августе. Что у нас самое интересное из этого отчета, на что нужно именно обращать внимание, это не индекс потребительских настроений, который у нас в коридоре депрессии, ему так говорить, ходит, а именно потребительские ожидания, которые у нас идут дальше, вот здесь получается. Предыдущее назначение было 3%, ускорились потребительские ожидания до 3,1% и, естественно, не могли не отреагировать у нас рыночные ожидания инфляции. Если мы посмотрим разницу между незащищенными от инфляции доходностью облигаций и защищенными от инфляции доходностью, то у нас получается вот такой вот график, это вот 10-летняя, будем так говорить, ожидаемая рынком получается инфляция. И видно, что вот у нас она росла, получается, практически непрерывно с вот такими вот небольшими падениями, росла она, и вот здесь у нас как раз-таки в пятницу произошло у нас 27-го числа, 28-го ускорения, получается, до 1,77%. Рынок, как мы видим, у нас незамедлительно отреагировал на рост потребительских ожиданий, именно вот именно ожидания инфляции продолжает у нас расти. Вот эта инфляция рыночная, что это говорит? Это говорит о том, что у нас доходность незащищенных облигаций, незащищенных от инфляции гособлигаций растет, то есть инвесторы сбрасывают, ну, спадает на них, получается, спрос, а доходность у нас защищенных от инфляции облигаций, ну, наоборот, у нас падает, то есть на них, наоборот, растет спрос. То есть, по сути, этот рост у нас означает, что спрос на защиту от инфляции растет, выраженные от защищенных от инфляции облигаций, и наоборот, те у нас инструменты, которые не защищены от облигаций, но обычные получаются гособлигации, на них спрос падает. Это говорит еще раз о том, что у нас есть ожидание того, что у нас будет ускоряться ожидаемая инфляция, будет вообще инфляция ускоряться в будущем. Мы это обсуждали на прошлой неделе в предыдущем обзоре, я говорил, что вот эти ожидания не создают сейчас риск дальнейшего обесценения доллара, потому что у нас ФРС уже дал понять, что будет он играть, получается, в открытый, он не будет менять ставки очень долгое время, будет терпеть высокую инфляцию, и в то же время у нас растет риск того, из вот этих, из данных того, что ожидает рынок, из вот этих данных, из инфляционных ожиданий, постепенно карабкается вверх у нас, получается, потребительские ожидания, из всего этого у нас растет риск. Снижение доллара как раз-таки вот из-за продолжительного снижения, из-за того, что реальная доходность, она будет продолжать снижаться, что постепенно закладывает рынок, и доллар, естественно, не будет оставаться в стороне, он будет дальше закладывать эти ожидания, И это негативно для доллара как раз таки потому, что образуется у нас впервые за долгое время, за всю историю получается, образуется у нас вот такой вот диссонанс. ФРС нас говорит, я долгое время, длительное время не буду трогать ставки, буду терпеть высокую инфляцию, ну то есть номинальные ставки будут оставаться на низком уровне долгое время. Также есть и в то же время мы наблюдаем усиление инфляционных ожиданий того, что инфляция у нас будет ускоряться. В итоге у нас имеется падение реальной доходности, а падение реальной доходности это естественно снижение привлекательности американских активов, прежде всего фиксированной доходности, то есть государственных облигаций. Поэтому происходит переток в другие страны и естественно из-за этого возникает давление на доллар. И как раз таки вот этот повышенный риск, что инфляция потребительская будет ускоряться, ставки на низком уровне двигаться не будет, ФРС не будет отвечать на ускорение инфляции никак, создается вот этот риск дальнейшего обесценения доллара. Это такой вот макрофактор, который нужно иметь в виду, когда мы смотрим на доллар, на вот эту его среднесрочную картину, что же с ним вообще может происходить, что им двигается. Сейчас на первое место как раз таки выходит фактор реальной доходности, фактор снижения привлекательности активов фиксированной доходности в США, гособлигации, как раз таки потому, что реальная доходность по ним скорее всего будет снижаться, ну если получается инфляция будет ускоряться. Вот это то, что сейчас двигает доллар, это то, что сейчас нужно держаться в голове, когда мы думаем покупать ли доллар или продавать. Вот такая в общем ситуация у нас складывается сейчас по доллару США, сегодня, как мы видим, он у нас все равно находится под небольшим давлением, нету сейчас спроса на него. Внимательно продолжаем следить за тем, что же у нас происходит в 30-летних облигациях, как у нас изменяется в виду доходность, будет ли она дальше расти, вмешается, будет ли хотя бы словесная интервенция от ФРС по поводу вот этого происходящего. Очень интересно, конечно, посмотреть, что будет дальше происходить и будет ли доллар на это дальше реагировать. Ну вот я вот картину как бы общую расписал того, что может быть, если у нас ожидание инфляции будет расти. Вот это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не жалеете лайка. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, их пишите, также буду рад на них ответить. На сегодня я все. Желаю вам всего доброго. Торгуйте в профит. Продолжение следует...